Поистине хвала принадлежит Аллаху, мы восхваляем Его, просим Его о помощи и прощении. Мы прибегаем к Аллаху от зла наших душ и от наших скверных дел. Того, кого Аллах поведет прямым путем, никто не собьет, а того, кого Он собьет, никто не сможет наставить. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварищей, признавая Его и поклоняясь Ему одному. Также я свидетельствую, что наш пророк Мухаммад, Его раб и посланник, да благословит Аллах и приветствует Его, Его причистую семью, Его жен, матерей верующих и тех, кто последовал Его пути, и осветился руководством Мухаммада, да благословит Его Аллах и приветствует. О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. О, люди, бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших одних обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами. О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот уже достиг великого успеха. А затем, о, мусульмане! Истинно бойтесь Аллаха, держитесь за свою религию самой надежной рукоятью и знайте, что наши тела не вынесут адского огня. Братья по религии и по убеждениям. К божественным приказам, которые повелел нам совершать щедрый Господь, и к совершению которых нас призвал наш избранный, верный и надежный Пророк, да пребудут над ним благословения и мир моего Господа, относится то, чтобы мы обращались к обладателям знания, спрашивали их и исходили из их мнения. Когда мы нуждаемся в фатве, Всевышний Аллах повелел это Своим верующим рабам, сказав, и причисто он и возвышен. Если вы не знаете, то спросите обладателей напоминания. Спрашивание у людей знания может стать индивидуальной обязанностью для мусульманина. Если он не знает, чего же хочет от него Всевышний Аллах, ему необходимо будет изучать эту тему, и в том числе задавать вопросы ученым. Как сказал имам Аз-Зухри, да помилует его Аллах, знания — это сокровищница, а вопросы — это ключи к ней. При обращении к ученым нужно выбирать того из них, кто обладает большими знаниями, кто более богобоязнен и благочестив, потому что знание связано со страхом и боязнью Аллаха. Как сказал Всевышний Господь, боятся Аллаха среди его рабов, только обладающие знанием. «О, единобожники!» Так же, как Всевышний Аллах повелел нам спрашивать обладателей напоминания и обращаться к ним с вопросами, «Щедрый Господь, причисто он и возвышен, предостерег нас от одного опасного дела, на котором люди могут поскользнуться, дело, которое совершают целые группы людей, когда они, не обладая знанием, наговаривают на Всевышнего Аллаха». Одна из самых страшных вещей, в которой люди попустительствуют, это когда они говорят о том, чего желает Аллах и Его посланник, да благословит Его Аллах и приветствует без знаний, без ясного доказательства и без аргументов. Как будто бы каждому встречному стало можно говорить о шариате и велениях Всевышнего Аллаха, говорить по этим вопросам имеет право не какая-то одна группа людей, а все те, кто взялся за изучение шариата, изучил его основы, его ответвления, узнал его цели и основы фикха, чтобы он мог правильно извлекать правовые решения из шариатских источников. Поэтому ученые его ходят перед людьми только после того, как их шейхи разрешат им это. Великий имам Мухаммад ибн Идрис Аш-Шафи'и, да помилует его Всевышний Аллах, начал обучать людей и давать фатвы только после того, как ученые его времени засвидетельствовали, что он достоин обучать людей словам Аллаха, словам его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и разъяснять им то, что повелел им Всевышний Аллах. Но мы в наше время потеряли страх. Мы не стесняемся того, что любой из нас может разъяснять свое мнение по какому-то религиозному вопросу, как будто бы это какой-то мирской вопрос. Словно каждый встречный имеет право говорить о приказаниях шариата. Нет, дорогие братья, не каждый из нас может говорить о шариате. Не каждый из нас может говорить «Это халяль, а то харам». То, что ты мусульманин, не дает тебе права говорить, что разрешено, а что запрещено. Если ты образованный человек, это не значит, что ты можешь говорить о халяле и хараме. То, что ты получил диплом мирового класса, не дает тебе права говорить, что халяль, а что нет. Халяль и харам, и разговоры об этом должен вести только тот человек, в котором сочетаются определенные условия, и который исполняет то, что повелел Всевышний Аллах. Посмотрите на главы книг по основам фикха. Ученые выделяют целую главу под названием «Глава Ичтихада». Глава Ичтихада. Кто имеет право изучать современные вопросы? Кто имеет право разъяснять, что в них халяль, а что харам? Ученые сказали, такой человек, мучтахид, должен подходить под несколько условий. Первое из них, чтобы он знал наизусть Кур'ан и хорошо понимал аяты, в которых описываются шариатские законоположения, а также знал, что об этих аятах говорили ученые. Второе, чтобы такой человек знал сунну пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в особенности хадисы, говорящие о правовых решениях. Также он должен знать, что о них говорили ученые. Третье, чтобы он знал арабский язык, потому что шариат был не спослан на языке арабов. Насколько хорошо ты знаешь язык? Некоторые не знают, в чем различие между глаголом и причастием, а потом объясняют тебе, что халяль, а что харам. Четвертое, чтобы он знал основу фикха. Как ты можешь изучить шариатские законоположения, если ты не знаешь их общие доводы? Что такое захир? Что такое муэвэль? Что такое нас? Что такое хакика? Все эти вещи ученые изложили в основах фикха. Пятое условие, чтобы он знал цели, общие направления шариата. Для того, чтобы раб достиг степени мучтахида, ему не хватает года, двух, трех или даже десяти лет. За это время он не сумеет достичь того высокого уровня знаний, фикха и правовых решений шариата. Поэтому Аллах, велик Он и возвышен, предостерег нас от рассуждений по шариатским вопросам, не обладая соответствующими знаниями. Послушай слова Твоего Всевышнего Господа. Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это дозволено, а то запретно. И не возводите навет на Аллаха. Самый ужасный навет — это когда ты возводишь навет на Аллаха. В своих мирских делах люди не осмеливаются говорить о каком-то земном короле, лидере или несправедливом чиновнике и о том, чего они хотят и что они имели в виду. Они ждут, пока те сами выразят свои желания. Так как же мы можем осмелеть настолько, чтобы говорить от себя тяну о словах Всевышнего Аллаха, когда Он Самая ужасная клевета и самая страшная ложь это когда мы возводим ложь на Аллаха и клевещим на Его посланника мир Ему и благословение. Аллах сказал «Скажи, что вы думаете об уделе, который ниспослал вам Аллах? Скажи, что вы думаете об уделе, который ниспослал вам Аллах, часть которого вы объявили запретной, а часть дозволенной? Скажи, Аллах позволил вам это? Скажи, Аллах позволил вам это? Или же вы возводите навет на Аллаха? Любимые братья, к самым большим грехам, которые раб может совершить по отношению к своему Господу, относится тот случай, когда он, не обладая знанием, наговаривает на Аллаха. Всевышний Аллах говорит «Не следуй тому, чего ты не знаешь, воистину слух, зрение и сердце, все они будут призваны к ответу. Скажи, мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать без всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего он не ниспосылал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете. Всевышний Аллах сказал, что наговор на него при отсутствии знания относится к самым страшным грехам, которые только можно совершить по отношению к Всевышнему Господу. К ним также относится ширк, предавание Аллаху сотоварищей, о котором мой Всевышний Господь сказал, «Воистину Аллах не прощает, когда к нему приобщаются товарищи, но прощает все остальные или менее тяжкие грехи, кому пожелает». Кто же приобщается товарищей к Аллаху, тот измышляет великий грех. «О верующие, наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам о том, как люди впадут в волнение и смуту, и как некоторые люди будут говорить о шариатских вопросах без знания. Он, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, послушай внимательно этот великий хадис. Этот хадис, который вышел из уст того, кто не говорил по своей прихоти, «Это было всего лишь внушаемое ему откровение, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Поистине Аллах не заберет знания, выхватывая его из людей». «Поистине Аллах…» И как говорится в другом хадисе, «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам, что один из признаков скорого наступления судного часа будет заключаться в нехватке знания. Поистине Аллах не заберет знания, выхватив его из людей. Он заберет знания со смертью ученых. И когда не останется ни одного ученого, или когда он не оставит живых ни одного ученого, люди возьмут себе в руководителей невежд. они будут задавать им вопросы, а те станут выносить решения без знания. В результате они сами собьются с пути и введут в заблуждение других. Кто будет способствовать формированию таких невежественных людей? Кто сделает их своими руководителями и главами? Само общество. И люди возьмут себе в руководителей невежд. Все невежды знают, что у них очень небольшой запас знаний. Но душа иногда склоняется к тому, чтобы следовать своим страстям. Она может возжелать то, что будет соответствовать ее желаниям и страсти. И общество внесет свой вклад в назначение невежественных руководителей. Они будут задавать им вопросы, и знание их будет очень слабым. В них будет мало религии, и они будут мало бояться Аллаха. Поэтому они вынесут фатвы без знания, и результатом будет то, что они сами собьются с пути, а также введут в заблуждение тех людей, которые назначили их невежд своими руководителями. О верующие! Нам обязательно нужно знать о положении муфтия и того, кто обращается к нему за фатвой. Ученые не разъяснили исключительно положение ученых, объясняющих, что харам, а что халаль. В своих книгах по основам фикха и по ичтихаду они также разъяснили, каким должен быть муфтий, а каким тот, кто спрашивает у него фатву. То есть тот, кто задает вопрос и хочет узнать о том, чего желает Всевышний Аллах. Во-первых, он должен стремиться узнать истину со всеми ее долилями, доказательствами из книги Аллаха и сунны его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Нужно, чтобы он хотел прийти к тому, что хочет Аллах, а не к страстям своей души. Как сказал мой господин, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Не уверует никто из вас до тех пор, пока страсть его не последует за тем, с чем я пришел. Поэтому ученые предостерегают от следования за облегчениями, разрешениями, рухсами. Некоторые люди приходят к какому-то ученому с вопросом, он отвечает, это харам. Тогда он спрашивает кого-то другого, тот тоже говорит харам. Но человека этот ответ не удовлетворяет. Он хочет услышать такой ответ, который бы совпал с его страстями и желаниями. И после того, как он пройдется по 30 или 40 ученым, он может наконец прийти к тому, кто скажет, в этом твоем деле нет ничего плохого. Он говорит, поставь между собой и адом этого ученого. Но мы не ждем, что эти слова спасут нас в судный день. Как мы говорим в жизни, поставь между собой и адом религиозного. Нет, это не спасет нас в судный день. Если ты спросишь у того, в чьем знании и религии ты уверен, если ты спросишь у того, чьему знанию ты доверяешь, в чьей религиозности ты уверен, и ты будешь следовать за ним, тогда в этом не будет ничего плохого. Если же ты будешь следовать за облегчениями, пока не достигнешь мнения, совпадающего с твоими страстями, то результат будет такой, как об этом сказал Ахмад. Имам Ахмад, да помилует его Аллах, сказал, тот, кто последовал за облегчениями, стал еретиком, потому что в конечном итоге такой человек отойдет от всего шариата полностью. Душа не любит тяжести. Она не любит трудности. Она не любит, когда на нее что-то возлагают. Ей не нравится слышать, что музыка — это харам. Она не любит слышать, что смешение полов — это харам. Она не любит слышать о запретах Аллаха. Зато она склоняется к страстям, шайтану и плохим товарищам. И в целом человеческая душа повелевает зло. И если верующий не будет управлять своими страстями с помощью книги Аллаха и сунны его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, эта душа доведет его до чего-то плохого. Ничего не сдерживает раба. Ничто не сдержит раба от наговоров без знания, кроме книги Аллаха и сунны его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. И если ты увидишь человека, который выпячивает свое знание, сам себя ставит муфтием и стремится к тому, чтобы люди почаще обращались к нему с вопросами, зная, что у него мало знаний, это не мои слова. Посмотрите на положение сподвижников, о которых сказал Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах. Кто следует сунне, пусть следует сунне того, кто уже умер. Вот сподвижники посланника Аллаха, лучшие из этой уммы, обладающие большим знанием и самыми благочестивыми сердцами, это люди, которых избрал Всевышний Аллах, чтобы именно они сопровождали его пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Так узнайте об их достоинствах. Как они относились к фатфам? Разве каждый из них назначал себя на какой-то пост и стремился к тому, чтобы выносить людям фатфы? Абдур-Рахман ибн Абилейра говорит, «Я застал 120 сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И кого бы из них не попросили вынести фатфу, он хотел, чтобы его брат избавил его от этого, так как каждый хотел, чтобы это сделал другой сподвижник. Они не соревновались между собой в этом, они не стремились к вынесению фетв, хотя обладали знаниями, обладали достоинствами и были теми людьми, в присутствии которых не спосылался Коран. Они жили вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Они знали о Насихе и Мансухе, о Халяле и Хараме, о Мухкаме и Мутащабе, о Муджмале и Мубайяне. Они знали все эти законоположения, но несмотря ни на что, каждый из них хотел, чтобы его брат избавил его от вынесения фатф. Потому что это ответственность перед Всевышним Аллахом. Это нелегкое дело. Поэтому наш имам Ибн-Уль-Каим, да помилует его Аллах, говоря о фатфах, написал свою великую книгу. И назвал ее Ильяму-ль-Муакки'ина-ан-Раббил-Алямин. Извещение о подписывающихся за Господа миров. Тот, кто говорит, что это халяль, а то харам, это то, чего желает Аллах, а это то, что хочет его посланник, он словно подписывается под этим вместо Аллаха и его посланника. И это непростое дело. Это нелегко. Поэтому ты можешь увидеть слова четырех имамов. Имама Малика, имаму Шафи'и, имама Ахмада, имама Абу Ханифы. В их книгах ты можешь часто увидеть, что когда их о чем-то спрашивали, они отвечали, «Мы не знаем». Аллах знает лучше. Мы изучим этот вопрос и потом ответим на него. Они ценили знание должным образом. Разве их слова, «Я не знаю», как-то умолили их достоинство? Но, как сказал Аль-Хатибуль Багдадий, да помилует его Аллах, тот, кто не будет говорить, «Я не знаю», погибнет. Если человек выносит фетвы по всем большим и малым вопросам, это указывает на слабость его убежденности. Сейчас некоторые могут выносить фетвы во время еды, дают фетвы, когда что-то пьют, дают фетвы, играя в футбол, дают фетвы в любом положении и в любое время. Когда шейх Мухаммад ибн Ибрахим, один из предыдущих муфтиев саудейских земель, да помилует его Аллах, когда он находился в машине, он не отвечал на вопросы. Он говорил, «Сейчас я не готов». Когда он хотел вынести фетву, он садился, собирался с силами, концентрировался на своем знании и только после этого разъяснял, что харам, а что халяль. Чем больше знаний у ученого, тем меньше фетв он дает. Чем больше знаний у ученого, тем меньше фетв он дает. Так что стремись к такому человеку. И чем слабее его знание, тем больше у него фетв. Когда у ученого увеличивается знание, увеличивается его благочестие и богобоязненность, и знание о словах ученых, и как результат, его фетв становится меньше. Но если знаний у него мало, фетв становится больше. Это ясно и уже проверено. Любимые братья, когда человек выпячивает себя и выносит фетвы без знаний, это ответственность и того, кто выносит фетвы, и того, кто его спрашивает. Если бы люди поставили во главе себя великих, достойных ученых, как, например, тех, которые входят в организацию больших ученых и постоянный комитет, или других достойных ученых, тогда бы название муфтия и ученого не претендовал бы «первый встречный». Также мы должны учитывать следующее. Когда некоторые люди слышат, как кто-то говорит, это слова Аллаха, слова его посланника и слова ученых, ему могут привести слова ученых, которые были выдуманы, и на самом деле они их не говорили. И сколько раз мы слышали от нашего шейха Абдуль-Азиза ибн-Убаза, да помилует его Аллах, или от Ибн-Усеймина, или других, что такой-то вопрос относят к Аш-Шафи-И, хотя на самом деле он к нему не относился. Или же он ложно приписывается Абу-Ханифе, или ложно приписывается имаму Ахмаду. Любимые братья, это не простой вопрос. Это наговор на Аллаха. Разве вы можете говорить на Аллаха без знания? Пророк, мир ему и благословение, говорит, «Пусть тот, кто намеренно возведет на меня ложь, готовится занять свое место в аду». Аллах подарил нам великих, благородных и достойных ученых. Их знание блистает, а благо возвышается по всему миру. Мы не будем искать то, что совпадает с нашими страстями. Напротив, мы будем изучать и стремиться к тому, что желает Аллах и что желает Его посланник. И давайте будем осторожны и не станем возводить на Аллаха ложь без знания. Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это дозволено, а то запредно. И не возводите на вет на Аллаха. О, Аллах, спаси нас от явных и скрытых искушений и смут. О, обладатель величия и великодушия. О, умма Кур'ана. Тот, кто желает постичь истину, будет стремиться к ней и искать ее по-настоящему, пока не достигнет спокойствия в своем сердце и покоя в душе. Ведь истина ясна, истина очевидна и явна. Все знают ее. Аллах разъяснил ее в своей книге. И ее разъяснил нам наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует в своей сунне. Пусть тот, кто хочет получить знания, стремится к ученым. Пусть посмотрит, кто из них лучше, других знает книгу Аллаха и сунну посланника Аллаха. Пусть посмотрит, кто из них наиболее благочестив и богобоязнен, чтобы твое поклонение Аллаху происходило сознательно и аргументированно. Так ты осуществишь на практике слова твоего Всевышнего Господа. Если вы не знаете, то спросите обладателей напоминания. О Аллах, научи нас тому, что принесет нам пользу. О Аллах, прибавь нам знания, следование прямому пути и богобоязненность. О Аллах, сделай нас, о обладатель величия и великодушия из числа тех, кто следует за лучшими словами из тех, которые они слышали. О Аллах, облегчи нам путь к праведным деяниям. О Аллах, отдали нас от зла и наказания. О Аллах, облегчи нам наши дела. О Аллах, избавь нас от наших печалей. О Аллах, раскрой наши сердца. О Аллах, сделай нас теми, кто возвышает знамя. Ла и ля и ля и ля ла. О Аллах, возвысь нас посредством этих слов и сделай их нашими последними словами в этой дуне. О слышащий мольбы, о Господь миров. О Аллах, мы просим у Тебя боящихся сердец, плачущих глаз, поминающих Тебя языков и терпеливых тел. О Аллах, привей нам любовь к вере и представь ее прекрасной для наших сердец. О Аллах, сделай для нас ненавистным неверие, нечестие и ослушание. И сделай нас из числа благоразумных, идущих по прямому пути людей. О Аллах, помоги Твоим рабам-единобожникам. О Аллах, помоги мусульманам по всей земле. О Аллах, окажи им помощь. О Аллах, осчастлив наши сердца, обрадуй нас видом могущества ислама и победы мусульман. О Аллах, покажи чудеса Твоей мощи на тех, кто вожелает зла нашей стране, ее безопасности, ученым и жителям. О Аллах, покажи нам на них чудеса Твоей мощи. О Аллах, сохрани для нас нашу религию, которая является нашей защитой. И сохрани для нас нашу мирскую жизнь, в которой мы живем. Сделай жизнь прибавкой для нас в каждом благе, а смерть — вдохновением от всего зла. О обладатель величия и великодушия. О Аллах, даруй нам безопасность в наших странах. О Аллах, даруй нам безопасность в наших странах. О Аллах, займи того, кто хочет нанести вред безопасности нашей страны и других мусульманских стран. Займи его самим собой. О Аллах, обрати его козни на его же шею. О Аллах, и сделай его действия разрушителями для него самого. О слышащий мольбы. О Аллах, даруй успех нашему правителю. Поддержи его. Возвысь посредством него свою религию и окажи через него помощь в своей книге, сунья Твоего пророка и Твоим верующим рабам. О Аллах, даруй ему благое окружение и искренних советников, которые будут указывать ему на истину и помогут ему на ее пути. О слышащий мольбы. О Господь миров. О Раба Аллаха, много благословляйте и приветствуйте миром вашего пророка Мухаммада, особенно в этот благословенный день. Поистине того, кто один раз призовет на него благословение, Аллах благословит за это десять раз. О Аллах, благослови и приветствуй нашего пророка Мухаммада. Будь доволен, О Аллах, четырьмя халифами, имамами-ханифами, которые судили поистине и справедливости, Абубакром, Умаром, Усманом и Али, а также остальными сподвижниками по милости Твоей, «О обладатель величия и великодушия». Продолжение следует...